Всем привет! Слушай, это суббота и новый выпуск, самый, наверное, будет насыщенный выпуск из всех моих блогов, которые были за все это время. Вот, почему? Потому что я улетаю, улетаю в Соединенные Штаты Америки, в город Лос-Анджелес, и там я буду угорать целую неделю, и это меня очень сильно радует. Вот, сейчас даже несмотря на то, что суббота очень дождливая, я уже несколько раз попал под дождь, и мне еще идти очень далеко. Но я абсолютно не унываю, потому что завтра начинается приключение, наверное, всей моей жизни, которое, я даже не знаю, как прокомментировать, короче, будет круто лететь. Сейчас глубокая ночь, уже через несколько часов надо будет вставать и отправляться в аэропорт. Честно, я очень сильно нервничаю, но это как бы моя традиционная вообще фигня, то есть как бы перед каждой поездкой вообще куда-либо у меня всегда просыпается вообще дикий-дикий-дикий стрём. Традиционная все, наконец-то классика, всем пора, классическая, игрожурская, геймдевская традиция перед отлетом куда-нибудь в Пусть Гиннес, так что ура. Короче, все, летим, пацаны. Скоро-скоро, уже. Давай-давай-давай, грузи. В общем, это еда аэрофлота, и мне очень трудно сказать, что она вкусная. Скорее, совсем не вкусная. Валер, что ты скажешь? Салат не надо есть. Вот такой салат, если непонятного цвета рыбы, и чего-то еще. Не знаю, что это именно, но не надо, не стоит пробовать. Твой вердикт. Ммм, делисус. Короче, понятно, невкусно, тебе тоже не нравится. Конечно, нет. Но, 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 справедливости для, мы еще не попробовали вот это. Возможно, это скрасит. Это будет той самой ложкой меда в нашей бочке тегтя. Ну, посмотрим, но пока это мерзко. Здрасте, добро пожаловать, ебтить, в Лос-Анджелес-Сити. За это всем кстати. В общем, я крайне секси, прошел типа контроль и вообще всем-всем. Вот, вот, вот этому вот нет, ну, стрёмно, реально. Ну, я, я огонь, да, я опасен, на самом деле, на фотке. Просто, блядь. Такое ощущение, что он с наркотой там замынет два пожизненных срока. Торговец. Тот один торговец. Тринадцать часов полета, это, конечно, позади. И вот только с первой закуренной сигареты ты понимаешь, что ты прилетел. Вот это вот, в общем, будет наша красавица на ближайшие парочку дней. Сейчас вообще будет фэшн. Субтитры сделал DimaTorzok Первый день в Лос-Анджелесе подошел к концу, и пора вот уже какое-то первое впечатление составить. Я иду по улице, вот сейчас ночью, вокруг нет абсолютно никого, потому что все перенавигаются исключительно на автомобилях. И вот я прошелся порядка километра от отеля до парка, где люди гуляют с собаками. Я не встретил ни одного человека вообще. Что самое прикольное, я захожу в этот парк, где с собаками люди гуляют, и там как раз выходит парень с девушкой. На девушке футболка с изображением Трифорса, а у мальчика футболка с Пикачу. И, блин, и ты такой, о, свои люди. Первый день в Лос-Анджелесе позади, и я встречаю свой первый рассвет в этом городе. Я абсолютно как-то не выспался, если честно, потому что джетлак, он дал о себе знать. Я лег в порядке 10 часов вечера, проснулся в 2 часа ночи, очень сильно захотел есть, сходил на улицу через дорогу в ресторан, заказал там себе огромный вкус Никлам Сэдович, съел его. И сейчас вот как-то так получилось, что я встречаю рассвет под треки и ЛВТ. Это точно не то, что я думал, буду делать в своей жизни и буду делать в Лос-Анджелесе в первое, опять-таки, свое утро. Но, видимо, наверное, так и надо было. Пока мои друзья, мои товарищи спят, я решил просто пройтись по городу, прогуляться, посмотреть. Сейчас 6.30 утра, город уже оживает, он не то, что оживает, он живет уже, машины ездят. Такие масштабы, такие именно масштабы, большой, огромный размах. И ты на это все смотришь, и ты невероятно этому удивляешься, это круто. В общем, как-то так. Вот казалось бы, да, как бы там вот город, вся хуйня, там вдали город. А все, блин, как у нас. Смотрите, пожалуйста, поле высаженное, хрен знает чем. Блин, ну, забавно. И все, и как бы, а дальше все, прохода нет. End. Finish. Наконец-то день, наконец-то можно идти, и идти очень далеко. Потому что здесь все сделано для автомобилистов, не для пешеходов. И поэтому очень далеко идти. То есть нам нужно до офиса Obsidian, нам ехать порядка на машине 6 минут, пешком нам идти час. Почему? Потому. Продолжение следует... Вот здесь, в принципе, если не смотреть налево, смотреть вот только прямо, может даже показаться, что такая-нибудь типа Сочи. Короче, очень конкретный, очень большой отлив. Причем настолько сильный, что вот меня сейчас сносит по... Меня сносит не потому, что меня сносит, а потому, что просто реально вода с такой силой. Это вот кажется, что она вот так вот легонечко под ноги. На самом деле она сносит очень капитально. Иначе это так, что она сносит. Блин, видно. Чемпион dum. Т я chewed мой под ноги. Я optю к Progressias mél. Лцом сумму. Тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот самый знаменитый из всеми нами известного сериала из 90-х с Памелой Андерсен. К сожалению, свою Памелу я так и не нашел, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА